Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. Сегодня я буду проповедовать на тему, о которой вы уже знаете. Это очень важная тема. Тема называется «Битва у трех алтарей жизни». Я поделюсь с вами этой темой. Сделаю это, потому что верю в одну вещь. Я верю, что Международный центр Омега был построен благодаря молитве. Давайте вернемся к началу. Начало было положено 10 лет назад. У нас было молитвенное собрание. Мы вели это собрание 10 лет. Молились за нужды людей. Люди отсылали мейлы с просьбами, и мы распечатывали просьбы на бумаге. В настоящее время мы создаем мировой центр молитвы в центре Ти-Эл-Аурия. Вы видите бутафорские модели трех основных жертвенников, которые много раз упоминаются в Священном Писании. Первый алтарь сделали из камней. Вы знаете, когда сыны Израилевы перешли реку Иордан, то они взяли 12 камней из воды. Положили 12 плоских камней на территории Израиля. Так получилось груда. Иудеи построили алтарь из камней. Сыны Израиля вынесли их из воды, чтобы обозначить то место, где они перешли реку вброд. Также вы знаете то, что алтари становились знаковыми местами. Бог посещал людей возле алтарей. Каждый раз, когда Бог приходил к Аврааму, то тот воздвигал жертвенники на тех местах, где Творец являл себя ему. Исаак воздвиг алтарь, Ной был первым строителем алтаря. Все они были собраны из камней, стоявших на земле. Есть одна особенность, имеющая отношение к камням жертвенников. Когда я был подростком, то Бог призывал меня проповедовать в Южной Вирджинии. Я ходил позади здания Церкви Божией, взял 12 камней из земли, сделал алтарь из них и написал 7 имен Бога на нем. Это было 2 апреля 78-го года, и я вступил в брак 5 лет спустя. Когда я строил алтарь, то я не знал об этом. Интересно то, что все камни алтаря отличались по форме друг от друга. Некоторые из них отличались цветом от остальных. Однажды мудрый Господь Бог открыл один принцип всем людям. Однажды Господь Бог заповедал людям всех рас и национальностей приносить животных на его жертвенник. Каждый камень не похож на остальные. И каждый камень алтаря состоял из пыли. Почему это так важно знать? Потому что Великий Создатель сотворил человека из земной пыли. Бог вдохнул в него дыхание жизни, и человек стал живой душой. Я смотрел на эту модель алтаря, сделанную из легкого материала и поленив. Когда я смотрел на него, я вспоминал об Аврааме и Исааке. В 22 главе Бытия говорится о том, что Авраам приготовился отдать единственного сына в жертву. Прошло много веков, и Всевышний принес в жертву своего сына. Скоро мы с вами вернемся к этому алтарю. Одно из самых известных упоминаний о его устройстве встречается в книге Исход. Там сказано о его создании. Тогда скиния Моисея стояла в пустыне. В то время Моисеева скиния находилась в Силоме. Мы встречаем тот же самый предмет храмовой утвари, считая о храме, который Соломон построил в Иерусалиме. Итак, ширина жертвенника составляла примерно 2 с лишним метра в ширину. Длина алтаря — 2 с лишним метра. Высота составляла почти полтора метра. Мы сделали его уменьшенную модель с размерную нашей сцене. Почему на этом алтаре лежит решетка? Потому что священники складывали жертвенных животных на нее. Когда животные сгорали, тогда пепел падал через решетку в нижнюю часть алтаря. Он скапливался на дне. Служители вставали утром и поднимали решетку. Собирали пепел лопаткой в медный сосуд. И уносили пепел в Кедронскую долину, которая находится в Иерусалиме. Пепел выносили через восточные ворота и выбрасывали по утрам. Запомните то, что каменный алтарь делали из 12 больших булыжников, из 12 глыб. На его верхней части ставили 4 глыбы. Интересно, то, что этот жертвенник делали из дерева и покрывали медью. На верхней части вырезали 4 рога. В данном контексте число 4 не является символом 4 Евангелий. Евангелие еще не написали тогда. Число 4 указывает на все стороны света. На север, юг, запад и восток. Чем примечателен этот алтарь? Есть две причины. Рога такого жертвенника создавались не в качестве украшений. Они указывали на то, что всевластный Господь искупляет людей через кровь. Это намек об искуплении, доступном для всех людей. Это указывает на будущее искупление народов. Мы знаем о второй причине благодаря выводам библеистов. Служители связывали животных веревкой, а потом приносили их в жертву. Когда служители приносили ягнят утром и вечером, перед этим они привязывали животных к вот этим рогам жертвенника. Тогда ягнята не могли убежать. В противном случае служителям пришлось бы гоняться за ними по скиньи Моисея. Есть один интересный стих в Писании. У церковных старожил было одно меткое высказывание. Эти старожилы говорили так. Нам нужно повиснуть на рогах жертвенника. Что это значит? Один из героев Библии спасал свою жизнь. Он думал о том, что если он вбежит на территорию храма, то он найдет свою защиту там. Он убегал от врагов и считал, что он найдет защиту там, взявшись за рога алтаря. Писание говорит о том, что он схватился за рога алтаря. Мне нравится высказывание «повиснуть на рогах жертвенника». Однако этот алтарь может и не оправдать надежд человека, если тот примет решение взяться за рога этого жертвенника. Это метафора. Здесь старожилы имели в виду пребывание в молитве. Молись и не сдавайся. Я понимаю это. Теперь мы перейдем к третьему алтарю. Повторюсь о том, что эти алтари есть в Святом Писании. Эти жертвенники есть в Святой Библии. Сегодня я играю роль рассказчика, а не проповедника. Поговорим об одном из таких важных жертвенников. Когда Моисей делал скинию, то там не было этого жертвенника. Такой алтарь строили патриархи Авраам, Исаак и Иаков, когда Бог заключал с ними завет. Это завет с патриархами. Таким образом, вы не прочитаете об этом алтаре в библейских главах, посвященных описанию скинии. Это эпоха Моисея и пустыни. Вы не найдете ни строчки о нем в главах о храме Соломона. В Библии есть лишь эти два алтаря. Однако мы начали с отправной точки и ведем вас по порядку, потому что вам нужно хорошо изучить каждый из жертвенников. Друзья, вы следите за моей мыслью? Сейчас подходим к очень важному жертвеннику. Это золотой жертвенник. Его изготовили из дерева сетим. Так говорит Библия короля Иакова. Речь идет о древесине акации. Дерево акации называют негниющим. Почему его называют негниющим? Потому что дерево акации произрастает и в наши дни. Оно растет в израильских пустынях. Интересный факт состоит в том, что на ветвях дерева акации есть шипы. Длина шипов дерева акации составляет 4-5 сантиметров. Недавно я наткнулся в интернете на одну современную гипотезу ученых. Она мне нравится. Оказывается, терновый венец Иисуса был сделан из ветви акации. Во время одной из поездок по этим местам, один из наших туристов по имени Гедеон упал на ствол акации. Он укололся и поцарапался. Гедеон порвал одежду. Он упал на то дерево случайно. Почему важен факт о том, что дерево акации называют негниющим? Почему факт об этом так важен? Почему важен факт о том, что принадлежности и жертвенники, покрытые медью и золотом, были сделаны именно из древесины акации? Сейчас есть такое убеждение, что крест, на котором страдал наш Господь Иисус Христос, был сделан из дерева акации. Вы знаете, эта мелочь имеет значение. Крест сделали из того самого дерева, из которого была изготовлена богослужебная утварь скинье. Те самые шипы произрастают на так называемом негниющем дереве. Дерево акации растет долго, если ухаживать за ней хорошо. Терновый венец сделали из тех самых колючек. Эти деревья можно увидеть в Иерусалиме сейчас. Есть вероятность того, что те самые колючки на челе Иисуса Христа имеют отношение к дереву акации. Господь назвал этот жертвенник медным, потому что он является символом человечества. Он назвал этот алтарь золотым. Он символ божества. Теперь представьте себе ситуацию. Если бы нам с вами довелось войти в скинье, то первым объектом, который мы увидели бы, стал этот медный алтарь. Мы увидели бы его у входа. Позади медного жертвенника стояла умывальница для священников. Итак, священники имели право переходить из внешнего двора во внутренний двор. Части священников выпала честь воскурять благовония каждое утро. Они делали это у данного жертвенника. Вы не увидите его из зала. Это краска золотого цвета. Это не настоящее золото. Если в зале есть воры, то я спешу разочаровать вас. Эта модель алтаря окрашена краской золотого цвета. Иудейские мастера-умельцы наносили настоящее золото на поверхность этого чудесного алтаря. Мы с вами видим четыре угла на алтаре опять. Почему они делали четыре угла? Животные не стояли здесь. Все они находились во внешнем дворе. Один раз в год священник кропил кровь животного, предназначенного для искупления всего народа, на этот жертвенник. Он делал это раз в год. Священник приносил кровь в чаши. Итак, священники молились, стоя лицом на север. Потом священники поворачивались на юг, потом на восток, а потом на запад. На четыре стороны света. Я хочу отметить, что алтарь — это символ поля битвы. Люди подходили к каменному алтарю. Они доставали эти камни из земли. Камни были покрыты пылью. Человек был создан из пыли. Праведники и патриархи приносили животных на этот жертвенник. Они говорили Богу, «Если ты благословишь меня, то я принесу тебе подношение и жертвы». Готовность жертвовать исходила от человека. Авраам получил сына живым лишь потому, что он был готов отдать его Богу. Люди спрашивали Господа, «Что ты повелишь мне делать?» Люди, знающие Бога, подходили к каменному жертвеннику. Они боролись с самими собой у этого алтаря. Это была непростая борьба. Теперь вы знаете об этом алтаре. Давайте поговорим с вами о медном. Люди боролись с собой. Здесь было непросто, потому что человеку нужно было отказываться от своих плотских желаний. Они отрекались от плоти. Стало очень тихо и очень спокойно в нашем центре. Что я имею в виду? Идет война между нашей волей и волей Господа. Идет битва между духовным и плотским человеком. Идет сражение между нашими желаниями, прихотями и между тем, что нам действительно нужно. Наши желания борются друг с другом. Апостол Павел говорит о том, что мы боремся с плотским человеком. Наш духовный человек воюет с плотским. Я дам вам стих, где говорится об этом жертвеннике. Священники резали и сжигали животных всех видов на этом алтаре. Все эти животные становились приношением Господу Богу. Священники не возлагали людей и не сжигали их на алтаре. Они не возлагали на алтарь людей. Мы не учим так. Что говорит Святая Библия? Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Люди узнавали волю Бога у каменного алтаря. Люди приносили жизнь Богу как живую жертву у медного алтаря. Они узнавали о том, как хвалиться и поклоняться Господу Богу душой и духом у золотого алтаря. Это предназначение алтарей. Алтарь не был местом для развлечения. Люди знали, кем являлись они, и они знали Бога. Они не пели радостные песни, подходя к жертвеннику Господа. Они шли к медному алтарю. Я пойду от каменного алтаря к золотому. Но именно это хотят делать большинство харизматов и пятидесятников. Они хотят перейти отсюда к золотому алтарю, миновав медный. Простите, я не видел его. А это то, что надо. Слава Господу. Мы пришли в твой дом. Мы собрались во имя Твое и поклоняемся Тебе. О, надо же. Какой аромат. Господь, ты просто благоухаешь. Аллилуйя. Потом мы уходим из церкви. Пора почесать голову. Я ухожу той дорогой. Всем пока. Я снова здесь. Приятно пахнет. Благоухание. Я пропущу тот алтарь и пойду сразу сюда. Я посмотрю на вас так, как вы смотрите на меня. О ком это вы говорите? Нам нравится вот этот. Мне нравится молиться. Я молюсь о своем джипе. Я молюсь утром. Я молюсь за обедом. Если кому-то из вас нравится молиться Господу, то поднимите руку. Здесь мы молимся. Здесь мы поклоняемся. Не так много предметов скиния символизируют поклонение Богу. Все ваши восхваления, молитвы возносятся к Господу, Богу отсюда. И сейчас я скажу вам одну важную вещь. Создатель отвечал на искренние молитвы. Я проповедник в четвертом поколении и свидетельствую об этом. Мой отец молился. Он видел чудеса исцеления неизлечимо больных людей. Раскрою вам секрет. Самый быстрый путь получить ответ там — это согласиться с волей Бога здесь. Находишься ли ты в нужном месте и в нужное время? Послушан ли ты Богу во всем, что Он сказал? Современные харизматы, пятидесятники, баптисты хотят делать то, что делать нельзя. Они хотят перейти от исполнения воли Бога к поклонению, к восхвалению, к молитве сразу. Ты не слышишь проповеди о покаянии в церкви, потому что всех коробит от этой проповеди. Проповедник, который водится настроением прихожан, не желает, чтобы они почувствовали дискомфорт. Но проблема в том, что люди ходят в церковь годами и борются с одними и теми же грехами снова и снова. Они обещают Богу не грешиться. Они просят прощения у Господа. Они просят прощения через месяц. Я проповедую, но вы почему-то не слушаете. Мы не любим говорить о грехе, но я скажу вам то, о чем говорили всегда. Отделитесь от мира. Отделите себя для Бога. Живите для Господа. Не давайте место миру. Бог видит то, как вы стараетесь остаться чистым. Я не сказал о том, что вы совершенны и не делаете ошибок. Я не призываю вас извиняться, потому что вы делаете все это постоянно. Я не говорю так. Я говорю о том, что Бог видит то, как вы стараетесь остаться чистым во что бы то ни стало. Вы хотите быть в правильном месте и в правильное время. Бог видит, что вы стараетесь хранить святость изо всех сил и житься для Него. Поэтому, когда вы попадете в проблемы и наступит критическая ситуация, вы воззовете к Нему. Ангелы Господа знают ваше имя. Ваше имя будет записано в Небесной книге. Бог будет знать вас и место, где вы находитесь. Всемогущий Бог придет и поможет вам. Почему Он спасет вас? Потому что вы повиновались святым заповедям и исполняли предписания Господа Бога. Это жертва не Господа. Это жертва не Господа, на которой вы должны лечь, как живая жертва. Я расскажу вам о том, как стать живой жертвой для Господа Иисуса Христа. Я расскажу вам о самом процессе. Я рос в церкви Бога. Пасторы этого религиозного сообщества говорили нам, тебе нужно спастись. Сейчас вы увидите, что я делал, когда я был молодым верующим. Тебе нужно спастись. Освящайся, наполняйся духом. Разве вы не слышали таких призывов? Все это правильно. Это процесс. Спасение, далее освящение, святой дух. Это тема другой проповеди. Однако возникала одна проблема. Однажды Ассамблея Бога и Церковь Бога хотели объединиться, но они не были согласны в одном. Когда происходит освящение? В те годы Церковь Бога училась следующим образом. Освящение происходит сразу после обретения нашего спасения. Оно происходит до крещения духом. Ты знаешь об освящении, и ты освящаешься. Таким образом, согласно этому учению, если ты бросил курить, то это доказывает, что ты действительно освящен и свят. То есть это доказывалось. Если ты попал в грех, то тебе нужно перестать грешить. Если ты перестал ругаться матом, то теперь ты свят. Я помню то, как старожилы церкви шли к сцене. Старожилы просили Господа Бога осветить их. Я не вижу в этом проблемы, потому что это были святые люди. К алтарю выходили люди, которые были близки к Господу. С другой стороны, есть еще одна грань в учении. Я верю в это. Святость — это рост. Наше освящение зависит от нашего уровня познания Божьего Слова. Есть период, когда люди еще не поняли, что они грешат. Помните ли вы мой рассказ о девушке из Вирджинии? Она стала очевидцем пробуждения. Она обратилась на моем собрании и рассказала о своем спасении. Это было чудесно. Она сказала, моя жизнь изменилась. Сегодня я была в постели с другом и сказала ему, покайся перед Богом. Наступила тишина, и мы слышали дыхание наших ближних. Я сказал, церковь, эта новая сестра еще не освящена. Девушка спаслась, но она не знала о том, что разврат — это грех. Ей сказали о том, что нельзя спать с парнем до брака. Она удивилась. Если я не ошибаюсь, девушка и парень перестали это делать. Эти ребята вступили в брак друг с другом. Девушка не знала, что разврат — это грех. Итак, что же такое освящение? Это отделение от чего-то. А сейчас я покажу вам кое-что. Мы приносим себя в жертву живую на медном жертвеннике. Церковь, нужно делать это постоянно. Есть кто-нибудь дома? Освящайся всегда. Ты пришел сюда один раз, но не думай, что этого хватит навсегда. Вы вообще меня слушаете или нет? Я отдал себя Богу в жертву. Я докажу вам это. Освящайся каждый день. Апостол Павел написал нам, я умираю каждый день. Послушайте, если вы молитесь, да будет воля твоя на земле, как и на небе, вам нужно исполнить ее. Бог направляет шаги праведника. Почему вы молитесь о воле Божьей, но не видите ее в своей жизни? Просите Господа Бога о помощи. У меня скверный характер, и мне нужно приходить к Богу с доверием. Нужно ли мне лечь на этот алтарь и сказать, «Иисус, убей меня, пожалуйста». Люди борются также с депрессией. Проходит полгода, они снова оказываются в той же яме. Что же им делать? Вернитесь к медному алтарю и скажите, «Бог, я отдаю себя, как живую жертву. Освободи меня от греха. Послушайте меня. Жизнь с Богом не состоит из одной молитвы покаяния. Она не состоит только из посещения воскресных собраний. Когда вы просыпаетесь утром, молитесь так, «Да будет воля твоя. Бог, помоги мне поступать правильно». Я всегда говорю своим детям так, «Если ты согрешил, то попроси Бога простить тебя». Попроси у Бога силы не грешить и поступать при этом правильно. Вы слышите то, о чем я сейчас с вами говорю? Вам надо бы слушать крайне внимательно. Часто христиане переживают много эмоций, моральных терзаний и живут в депрессии. Другим никак не принять свое исцеление. Некоторые не понимают, почему нет ответов на их молитвы. Если вам нужен абсолютный духовный прорыв, у меня есть инструмент. Я покажу вам, какие блокады и препятствия вы строите себе сами. К примеру, христиане постоянно обсуждают прошлые грехи тех, кто был прощен, и перешептываются об этом с другими верующими, что уже само по себе грех. В 18 главе Евангелия от Матфея Христос говорил, что такие поступки приводят в действие духов мучителей. Моя последняя книга — это самое понятное руководство, объясняющее, почему 7 из 10 христиан живут ограниченной жизнью и как им обрести свободу. Я научу, в чем опасно сделать все правильно и что-то одно неправильно. Узнайте, какой опасный урок нужно усвоить у человека по имени Шемии. Узнайте, как христиане становятся печальными рыбаками, улавливая самих себя. Узнайте ошеломляющую историю об Ангеле, который упрекнул служителей за обсуждение давно прощенных грехов своей жены, как непрощение блокирует возможность принять свое исцеление. Узнайте секрет Христа о законе согласия двоих или троих. Я объясню, как христиане зачастую ежедневно становятся лжеследителями. Есть связь между прощением и возрастанием веры. Еще одна важная глава – «Как простить в экстремальных случаях». Я расскажу, какие четыре вещи Бог позволяет вам осуждать. И, возможно, самая важная глава – когда Бог отменяет ваше будущее прощения. Вам нужно это знать. В книге мы прилагаем новый аудиосборник «Ключи к молитве заблудных детей». Эти аудиодиски придадут вам сил провозглашать освобождение ваших детей и внуков, которые не служат Христу, и объяснят, как разрушить твердыни сатаны в их жизни. Это одно из важнейших учений за все мои годы. Пришло время принять прорыв для всей вашей семьи. Моя новая книга «Рыбалка в море прощения» и аудиосборник «Ключи к молитве заблудных детей» доступны за пожертвования в 35 долларов или более. Вы можете сделать заказ на нашем веб-сайте, позвонить по телефону или написать на почтовый адрес. Это предложение F134. Если вы выполните инструкции в этой книге и последуете молитвенным принципам прорыва, вы совершите потрясающий духовный прорыв в своей жизни. Так что сделайте свой заказ уже сегодня. Многие не знают, почему у них нет прорыва и почему Бог не отвечает на их молитвы. Они не знают, почему они так слабы. Книга «Опасная рыбалка в море» с забывчивостью даст ответы на эти вопросы. Тут вы обнаружите много материала и истории, которые помогут вам. Люди говорят, что эта книга стала их любимой книгой из всех написанных мною. Эта новинка станет благословением для вас также. Часть зрителей знает, что я объявляю маршрут своих богослужений в конце моей телепередачи. Я расскажу о городах, в которые я приеду. Мы приедем на фестиваль «Воин». Молодые люди увидят меня в Кливленде, Теннесси. Это будет в марте. Мы приедем в кафедральную церковь в Бамонт, Техас. Это будет с 6 по 8 марта. Приезжайте к нам на три дня служения. Затем мы заедем в церковь его присутствия и будем там 14 и 15 числа. Также состоится пророческий саммит в Международном центре Омега. Он будет проходить в конце апреля. Не забудьте посетить нас, если вы живете в Су-Фоллс, Южная Дакота. Мы приедем к вам послужить в конце мая. Также мы приедем в Биллингс, штат Монтана, в июле месяца. Мы приедем с Линдоном Куле и его командой поклонения. Расскажу о том, во что я верю. Я евангелист. Я верю в пробуждение. Одни зрители видят во мне учителя тонкости культуры иудея в Библии. Другие видят во мне пророка-проповедника. Потому что Бог ведет меня в направлении проповеди о пророчествах Библии. Если вы не знаете о прошедших событиях моей биографии и о том, кем я являюсь, то вы не понимаете то, что я являюсь евангелистом. Я являюсь благовестником с 18 лет. Я помню пробуждения, которые длились от трех недель до двух с половиной месяцев каждый день. Господь спасал людей сотнями. Вы понимаете, я всегда стремился спасать людей от преисподней. Всегда стремился крестить их силой Святого Духа. Следовательно, я являюсь учителем Писания и евангелистом собраний пробуждения. Мне 60 лет. Я беру пример с моего отца, который был служителем. Я никогда не гасил пламя, которое Господь вложил в мой дух. Я не гасил духовное рвение по благовестию. Я всегда стремился помогать по местным церквям расти в благодати, в познании и в силе Святого Духа. Есть часть людей, которые настроены враждебно. Они осуждают христианские телепередачи. Осуждают тело Христа. Критикуют всех. Критикуют в Фейсбуке и говорят плохие вещи. Тело Христа состоит из обыкновенных людей. Иногда обычные прихожане делают странные вещи. Иногда пасторы делают странные вещи. Я всегда хотел видеть пробуждение в Соединенных Штатах Америки. Всегда хотел этого. Меня приглашают проповедовать по всему миру. Я отклонил многие приглашения. Я призван служить в Америке. 20-й год — это год выборов. Духовный мир активизируется и создает давление на людей. Это происходит во время выборов президента. Я наблюдаю за этим последние 20 лет. Не забывайте о главных вещах в жизни. Я имею в виду любовь, проповедь с Евангелия и единство в Церкви. Тогда Господь совершит чудеса. Перистон приглашает вас присоединиться к нему в туре по Израилю. Вы можете посетить город Петра в Иордании. Всю информацию вы можете получить по телефону, указанному на экране, либо на нашем веб-сайте. Места ограничены. Звоните прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова